Александр Невский Производство киностудии Мосфильм, 1938 год Авторы сценария Павленко и Эйзенштейн Постановка заслуженного деятеля искусств Эйзенштейна и Васильева Главный оператор, заслуженный деятель искусств Эдуард Тиссе Композитор Сергей Прокофьев, текст песен Владимир Луговской Декорации Шпинель, Соловьев, костюмы и реквизит Елисеев Сорежиссер Иванов, оператор Уралов Звукоформитель Вольский, звукооператор Богданкевич Художник-гример Порозов Ассистенты Маслов, Табак, Остафьев, Большаков Помощники-режиссеры и администраторы Кузнецова, Кочерьян, Салуянов, Хавкин, Гордон Историческая консультация Профессор Арцеховский Военный консультант Комбрик Калмыков Директор картины Игорь Вакар Консультант по работе с актерами Телешева Исполнители Князь Александр Невский, Николай Черкасов Василий Буслай, Охлопков Гаврила Алексич, Абрикосов Игнат Кольчужный мастер, Орлов Павша Псковский воевода, Новиков Дамаш Твердеславович, Аркский Амелфа Тимофеевна, мать Буслая, Масолетинова Ольга, Ивашева Василиса, Данилова Магистр Тевтонского ордена Ершов Твердила предатель Блинников Она не монах подручный Твердилы Лагутин Епископ Фенин Черный монах Рогожин Это был XIII век Тевтон и Ливонские рыцари Двинулись с запада на Русь Русь привлекала завоевателей Своими великими землями и богатством Немецкие захватчики ждали Легкой победы над нашим народом Русь только что пережила Кровавый удар монголов Следы жестоких сражений Еще виднились по всей стране Фильм снят в черно-белом цвете Поле с невысокой травой Покрыто рытвинами Повсюду валяются мечи, щиты, шлемы Скелеты лошадей и людей Бугристая местность усеяна копьями И человеческими останками Небо затянуто тучами Два черепа У обоих открыты челюсти В немом крики На одном из них шлем Между ними воткнута стрела Небольшой ветер колышет траву Рядом с останками лошади Почти неподвижно сидят два ворона Однообразная, безлюдная и унылая Холмистая местность С возвышенного берега Просматривается водная гладь Плещеево озеро Водная поверхность Далеко от берега видны светлые фигуры На берегу строящиеся ладьи Идут мужчины в длинных белых рубахах С беревнами в руках А и было дело На небе реке На небе реке На большой ловке На груди и пристроен У воды рядом с маленьким домиком Стоит старик с седой бородой В длинной светлой рубахе Он смотрит, как из озера Длинной цепочкой выходят рыбаки Несущие огромный невод За спиной старика Два работника рубят струги Группа мужчин смотрит на озеро Двое юноши приподнимаются, оборачиваясь на шум По холму едут всадники с копьями и круглыми щитами На них островерхие меховые шапки, удлиненные кафтаны, мягкие сапоги Это азиаты Один из всадников тянет крытую арбу в виде паланкина на двух колесах За ней охраняемые воинами Идут пленники в длинных рубахах с рогатинами на шеях Приказывают Старик безропотно опускается Один из двух светловолосых юношей в рубахах кланяется Второй смотрит с удивлением Тоже садится на колени и кланяется Второй юноша вскакивает Азиат бьет юношу нагайкой Друг поднимает его Остальные сбегаются в кучку и вооружаются палками Начинается массовая драка с азиатами На озере по колено в воде стоит высокий широкоплечий мужчина Оглядывается Чего орете? Рыбу распугаете? Стой! Люди на берегу замирают, глядя на него Широкими шагами мужчина идет к берегу У него светлые волосы до плеч и небольшая борода Рубаха подпояса на бичевой На ногах лапти Подходит к людям Крестьяне и воины расступаются перед ним Он внимательно смотрит на всех Уверенными шагами он подходит к всаднику, который приказывал встать на колени Кладет свою правую руку на древко копья воина В дом входя, хозяев не бьют Из арбы высовывается азиат лет пятидесяти с узкой бородкой в черной шапке с двумя помпонами Кто будет? Мужчина стоит гордо, держа руки на поясе Князь здешний, Александр Азиат из арбы спрашивает Невское твое прозвище? Ага Азиат выходит из повозки и идет к Невскому На нем длинный халат с широкими рукавами Узкие усы свешиваются вниз Он вышагивает, выставляя живот вперед Мимо воинов с мечами и копьями В войлочных конусообразных шапках Из арбы выглядывает женщина в белой одежде Ты бил шведов? Я А здесь что делаешь? Рыбу ловлю Другой работы нет А чем это плохо? Вот струги построим За морем торговать будем Верно? Обращается к сердитому всаднику, обидевшему крестьянина Всадник чевком приказывает солдатам Но Азиат в халате взмахом руки останавливает его Воины встают позади всадника Во рту поезжай Большим начальником будешь Нам воеводы Азиат Хитро улыбается, наклоняя голову Есть у нас поговорка С родной земли Умри Да не сходи Невский Перекрещивает руки на груди С высока смотрит на заискивающего Улыбающегося монгола Который на голову ниже него Тот, продолжая улыбаться Слегка кланяется ему Потом отворачивается Выражение его лица резко меняется на сердитое Всадник и воины следуют за ним К поясу мужчин привязаны колчины со стрелами И изогнутые мечи На лошади закреплена попона Воин несет древко с привязанным к нему хвостом Пошного зверя Как знак власти Крестьяне, сбившись в кучку Провожают их взглядом Монгол в халате не спеша подходит к орбе Один из слуг бросается перед ним на колени Тот, встав на спину прислужнику Залезает в повозку Вслед за повозкой уходят и воины, и пленники Залезает в повозку Субтитры создавал DimaTorzok Тяжелый народ Сильный Трудненько будет бить их А есть охота? За отцовы кошки воздать пора бы С монголом подождать можно Опаснее татарина враг есть Ближе Слее От него данью не откупишься Немец А его разбивши И за татар можно взяться Ну что, немцы так немцы Тебя ведь не из кого начинать А нам все одно не втерпевших Без нового города немцы не окоротишь С нового города его брать надо Последняя вольная Русь там А рыба-то уходит Все опомнились и побежали к реке Александр мчится с оженными шагами Далеко оставляя за собой остальных Вдали виднеются неподвижные фигуры рыбаков Держащих небод Господин Великий Новгород Белоснежные крепостные стены Въездной башне ведет рубленый мост Через реку За высокими стенами видны купола собора Рядом с мостом причаленные парусные суда На одном из них вырезанная голова Сказочного дракона По мосту движется пестро одетая толпа Двое молодых мужчин смотрят на воду Опершись о перила Один бородатый в шапке с меховой опушкой Кожаной кольчуге с ремнем на талии Второй тщательно выбритый в длинном кафтане С ярким орнаментом и шапки-колпаке Они внимательно смотрят в сторону Где прогуливается девушка с косами до пояса На ней светлое платье, разноуровневая накидка На голове остроконечная шапка с короткой фотой Шея украшает металлическое жерелье В ушах такие же серьги Мужчины направляются в сторону девушки Она идет по деревянному настилу мимо бревенчатых домов За ее спиной изгиб реки Ярко светит солнце Торговая площадь рядом с высокой церковью Покупатели толпятся у лавазов На одном из деревянных прилавков продавец показывает меха и ткани Женщины несут корзины Некоторые мужчины несут за плечами мешки Молодцы с моста ленивой походкой следуют за девушкой Держатся на расстоянии Она подходит к прилавку с тканями и мехами Продавец раскладывает перед ней свой товар Кузнец обращается сначала к мужчине в кафтане Затем к бородатому Кузнецу отвечает Гаврила Алексич Улыбаясь вступает в разговор и Василий Буслаевич Кузнец улыбается Бычки бушуют весну чую Отвоевались, славу получили Надо о себе подумать Баска-то жениться собирается, слышал? Коза во дворе, так козел через тын глядит Эх, надоела мне эта поножовщина День дерусь, а два в тоске лежу Хотел был на Волгу податься Поиграть топоришкам Василий, взяв у кузнеца в руки большой топор Не сводит глаз с девушки Гаврила тоже смотрит на нее Опять тоска взяла А ты бы в монахи шел Дело я задумал сердечное А вот не выйдет, по-моему И впрямь в монастырь запрусь Пошел медведь в монастырь В алтаре телят драть Василий, обиженно насупившись Тяжело вздыхает и отворачивается Кузнец внимательно смотрит на Гаврилу Тот, пользуясь тем, что Василий отвернулся Бежит за девушкой Обойдя ее сзади, преграждают ей путь Ольга Даниловна Прикажи Сватов к батюшке твоему засылать Уж кому засылать, так мне Пусть сама знак подаст Пусть ее сердце выберет Ольга Даниловна Дай знак Кому из нас Сватов засылать Простите, люди добрые Не знаю, о чем речь ведете Ну как так не знаешь Чего волоса хвост тянуть Говори, с кого пойдешь Выбирай из твоих любого Хочешь Высокого Да веселого Неким нет Улыбка сходит с лица Василия И он становится грустным Вздыхает Ну желательно Степенного Да поскушней Поклонись Гавриле Хочешь битой быть Поклонись Буслаю Хочешь хозяйкой быть Я тебе Не знаю, что и сказать вам Оба вы хороши Дайте срок Скажу слово Замирают с тревогой Сначала дети, а потом и весь люд Бежит в сторону колокольного звона Герои оглядываются по сторонам Ольга присоединяется к бегущим Вичевой колокол, стоящий на земле на перекладине Раскачивают сразу три человека На соборную площадь со всех ног сбегаются люди Группа людей несет на плечах раненого мужчину в кольчуге Который с трудом держится Голова и глаз его забинтованы Рука висит на перевязи Братья новгородцы Мужчину поднимают Немец Псков взял И на вас идет Братных людей бьют Что мечи против немцев поднять Кого с мечом поймали Бьют за меч Кого с хлебом За хлеб Матерей дожжем Истердали За сцелов им уже Кто вскрикнул Бьют за крик Кто смолчал Бьют за молчание А немецких воевод Русь расписывают Кому Псков Кому Новгород Новгород Бросай торт Господин Великой Новгород Погоди Чего зря шум Чего людей морочишь Немцы у нас мир записан На вечевой трибуне купцы Мало чего Псков взяли Ай выйдет что Откупимся У нас ныне товару Девать некуда Все причалы завалены Все лари забиты Русскую землю На товар Меняешь Да стой Какая тебе Русская земля Где ты ее видал Каждый сам за себя стоит Где спать легла Там и Родина Брешь Собаку Человек в черном Балахоне с капюшоном Внимательно слушает Раненого Кузнец спихивает его Ногой с возвышения На котором они стоят Не корми меня тем Чего я не ем Им богачам Все едино Кто мать Кто мачеха Где барыш Там тебе И родная земля А нам Малому люду Под немцем Смерть Верная Надо звать Александра Немцев Пить Не хотим Александра Не хотим Мать Александра Нечего Александра ждать Собраться Живо Самим И Дарить на немца Поможать Вернеславича Возьмем Он поведет Где лаз Бывал Нитаковский Купец Кланяется На возвышении Появляется мужчина В возрасте С бородой На нем Светлая рубашка С поясом Растегнутый плащ И шапка С меховой Оторочкой Он низко Кланяется Народу Беда Беда идет Беда идет на нас Большая Больших людей От нас потребует Не я Другой нужен И рука Крепче И голова Посветлее И слава Чтоб была По всей земле И врагу Чтоб при этом Что ж нужен Батья Князь Александр Ярославич Спать надо Александра Пусть подымать Но как погонит Немец Русских людей А промеж Немцев И ордой Как Зажмемся Мы Вот тогда И напляшемся Спать Александра Гаврил Алексич Призывает народ Псков В разоренном Кремле Среди догорающих Пепелищ Стоят воины В шлемах С плоским верхом В белых плащах И копьями в руках На плащах У рыцарей Черные кресты На шлемах Отверстия для глаз Тоже в виде креста Повсюду валяются убитые Маленькие деревянные домики На территории крепости Догорают Один из рыцарей Оглядывается вокруг себя Люди в белых накидках С капюшонами Держат перед собой Массивные черные кресты Они стоят на площади Перед большим собором Один человек В черной накидке Перед железной шеренгой Немецких рыцарей Стоят на коленях Связанные псковские воеводы На крыльце Три рыцаря в шлемах С разными навершиями У одного Это крупные рога У второго Птичья лапа У третьего Поднятая пятерня На кресле Сидит мужчина В перчатках Накидки И широкополой шляпе С круглой тульей На щитах Одежде рыцарей И стене Герб с изображением Черного орла Голова птицы Повернута влево Лапы держат ветку На воинах Кнехтах Воротники с капюшонами Из кольчуги И шлемы В форме колокола Щиты у них Труглые У рыцаря Щиты длинные Квадратные Перед крыльцом Горит большой костер По близости Плачущие Псковитянки С детьми На руках Жмутся Друг к другу Вокруг костра На коленях Стоят Псковские Защитники Рыцарь С медалью На груди И в рогатом Шлеме Медленно Снимает Пленники Панура Опускают Головы Связанный Старик Впереди Резко Поднимает Голову И расправляет Плечи Мужчина С рогатым Шлемом Сурово Оглядывает Все вокруг К нему Обращается Русский Ратник В кольчуге И доспехах Магистр Псков У ваших Ног Это купец Из Новгорода Который Хотел Откупиться Так Городов Не сдают Если Ты Мне И Новгород Так Сдашь Повешу На первом Суку Великий Магистр Прикажи Веревки Грузить Веревки Что Такое Новгородских Смутьянов Вязать Наглецы Сопротивляться Задумали За князем Александром Посылать Хотят Это тот Что на неве Шведов Разбил Еще не родились Люди Могущие Нас Тодить А князей У меня У самого Сколько угодно Доблестный Рыцарь Губертус Как старший Князь Покоренных Русских Земель Жалую Вас Князем Псковским Доблестный Рыцарь Дитлип Жалую Вас Князем Новгородским Торопись Торопись Вновь Гаратанане Мути народ Против Князя Александра Священник Встает С кресла На небе Один Господь На земле Один его Наместник Одно Солнце Освещает Вселенную И сообщает Свой свет Другим Светилам Один Римский Властелин Должен Быть На земле Все Что Непокорно Риму Должно Быть Умерщвлено На перчатках У него Эмблема Похожая На солнце Ратник Оглядывает Пленных И прищуривается Ну как Согласны Связанный Старик Встает С колен Не бывать Подвоему Твердила Не пойдет Русь Поднемца Бивали Мы вас Лежим Объем И ныне Дай Срок Казнить Ахальника Твердила Указывает Пальцем На старика Немецкие Воины Уводят Связанных Воевод К старику Бросается Девушка Отец Я с тобой Отец Беги От всей Василиса Крой Нашим Помни Сти Сти Немецкие Воины Силой Оттаскивают Василису От отца Каждого Пленника Тащат По два Воина Их Затаскивают На возвышение Около Башни Кремля Пленников Подводят К крепостным Стенам Мужчина В черном Балахоне С четками Наблюдает Непокоренным Взглядом Старик Смотрит На врагов Воины Дуют Врага С коническим Стволом И головой Животного На Растробе Целый Отряд Рыцарей С направленными Вперед Копьями Подходит К связанным Пленникам Копья Прокалывают Их Сзади Идут Рыцари С мечами И добивают Пленных Русских Воинов Жечь Тереть С лица Земли Эти же Рыцари Начинают Растаскивать Толпу Женщин С детьми Вслед За людьми В белых Напитках Держащих Тонкие Латинские Кресты С распятием Немцы Тащат Сопротивляющихся Женщин В руках Других Маленькие Дети Матери Пытаются Вырвать Их Всех Их Подводят К огромному Костру Мальчика Показывают Мужчине В черном Балахоне Он Осеняет Крестным Знамением Ребенка Мальчик Лет Двух Плачет Его Бросают В огонь Ребенка Чуть Постарше В холщовой Рубашонке С трудом Отрывают От женщины Он Кричит И закрывает Личико Руками На лице Человека В черной Накидке Болезненный Фанатизм За всем Этим Сурово Наблюдает Магистр Ребенка Бросают В костер Человек В черной Накидке Поворачивается К связанному Старику Воеводе Подает Знак Воинам Нехты Хватают Старика Люди В белых Накидках Тащат Еще одного Пленного Старика На круглую Башню С барельефом Ангела На веревках Поднимают Связанного Воевода Идите В Переславль Зовите Александра Мертвый Псков Зовет Тебя Ярославль Старик Безжизненно Повисает Переславль В горнице Княжьих Харом Двое Юношей В льняных Рубахах И лаптях Чинят Невод Несите Бочини Немцев Воевать Надо Их разговор Слышит Александр Невский Спать Ступайте Юноши Послушно Встают Кладут Веревки И челноки Уходят Невский Поднимается С лавки Накрытой Мехами На стене Висят Два Меча Кольчуга И шлем Александр В той же Рубахе В которой Ловил рыбу На поясе Кожаный ремень С металлическими Вставками Опираясь На потолочную Балку Рукой Он задумывается Ростом Он почти До потолка Балка Вырезана В виде Головы Сказочного Существа Невский В задумчивости Подходит К неводу Трогает Его Смотрит На сплетение Ниток Тонкая Работа Это тебе Не шведов Бить Двумя Руками Разрывает Верхнюю Часть Сети На поддерживающем Потолок Столбе Висит Герб С изображением Льва Стоящего На задних Лапах На деревянном Полу По всему Дому Лежат Шкуры Медведи На пеньке В небольшой Чаше Горит Огонь Невский Садится Около Него И опускает Голову Отогнув Полок Из медвежьей Шкуры Вбегает Один из Юношей Снят Прошат Пустить Люди Из нового Города И снова Города Наряд Княжеский Готовь Второй парень Уходит Пусти Невский Выходит Из горницы Парни Отодвигает Медвежью Шкуру От двери Сматывают Невод С центра Комнаты В дом Входят Мужчины В длинных Одеждах Впереди Делегаций Гаврил Олексич И Дамаш Они Озираются По сторонам Затем Взглядом Находят Князя И кланяются Ему В пояс Александр В рубашке С орнаментом И металлическим Ожерельем Гордо Смотрят На них Великий Новгород Челом Тебя Бьет Кивает Головой В ответ Народ Новгородской Прислал Князем Тебя Звать Что Или Передрались Проснимать Некому Враг Наступает Князь Александр Садится Закрывает Глаза Тяжело Вздыхает Всков Вышагивает Мимо Делегации Поворачивается К ним Спиной Скрещивает Руки На груди На Новгород Немец Движется Али Перетрусил Господин Великий Новгород Сирот Пожалей Позабудь обиды Ярославич Встань За дело Новгородское За обиду Русской земли Встану Слово верное На защиту Встань На защиту Защищаться Не умею Сами Бить будем Без меры Бить будем Дружина Твоя Князь Не хуже Немецкой Дружины Одной Мало Мужиков Подымем К весне Врага Разобьем Моет Арм Славный бой Размерный бой Встань Люди Бойные За нашу землю Честную Шилых Бойцев Познав Слава Вечная За Отчий Дон За Русский Край Встань ПЕСНЯ 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 Родные поля, леса, реки, за великий наш народ! Веди, князь, дружина Новгородская! Веди, князь, дружина Новгородская! Все кланяются Невскому в пояс. На втором стяге всемилостивейший спас. ПЕСНЯ С улыбкой среди толпы стоят в одежде дружинников юноши, чинившие небо. Улыбаются Гаврила, Ольга, Василий Буслай. Многие держат в руках горящие факели. ПЕСНЯ Копейщики! Тысячу копий дают! ПЕСНЯ 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 Гаврила и Василий подходят к Ольге. Оба молодца улыбаются ей вслед. Василиса продолжает снаряжаться на войну. Кузнец протягивает ей меч. Она берет и уходит. Кузнец одевает на себя шлем и рассматривает оставшуюся кольчугу. Она совсем короткая, с дыркой посередине. Прикидывает на себя. Забрасывает ее себе на плечо. Немецкий стан. Белый шатер отделан мехом горностая. Римский наместник проводит богослужение. На нем мантия, подбитая горностаем, и высокая твердая светлая шапка. Рядом два прислужника и люди в белых накидках. На шапке священника эмблема. Крест из четырех соединенных флагов. Мантия, украшенный жемчугом. Он благословляет магистра, стоящего напротив с непокрытой головой. Рядом губертус и дитлиб со шлемами в руках. Человек в черной накидке играет на небольшом органе. Двое мужчин около органа раздувают меха. Одежда и инструмент покрыты снегом. Орган установлен на санях. Здесь же стоит твердила со склоненной головой. Вокруг шатра коленопреклоненные рыцари в белых плащах на снегу. Над шатром установлены щиты с огромным крестом. На стрее шатра венчает тоже деревянный крест. К твердила подбегает Анами. Что-то шепчет ему на руки. К твердила поднимает кольчугу, заслоняющую лицо. Резко встает. Быстро подходит к магистру и рыцарям. Они разворачиваются ко всем остальным. Воины поднимаются. Братья рыцари! Король Александр посмел выступить против нас. Но его покарал Бог. Авангард его войск обложен в лесу, как медведь. Приглашаю вас на травлю русского зверя. Невер! Невер! Рыцари одевают шлемы и поднимают копья с флагами. Епископ благословляет их. Оживляется лесная поляна. Рыцари убегают. Покажешь дорогу? Хорошо. Твердила указывает Ананию направление. Около шатра остаются одетые в шлемы магистр с сыновьями. На белых стягах орел и изображение ладони. Воины, затем и духовенство, покидают опушку посреди леса. Лишь человек в черном продолжает с улыбкой играть на органе. Ветер треплет ветки елок. Рядом, вмерзшие в лед, долбленные челны. Ананий выглядывает из-за дерева. Рядом сматривается вдаль твердила. Впереди по лесу идет русская дружина. На воинах поверх рубах кольчуги, шлемы, к поясу привязаны мечи. В руках каждого щит. Они выходят на открытое место, где ландшафт создает небольшую горку. Впереди домаш и Василий Буслай. Твердила и Ананий из-за деревьев наблюдают за ними. Немецкие рыцари на конях прячутся за деревьями. Магистр дает отмашку. Пешие рыцари с опущенными копьями нападают из-за кустов на русских воинов сзади. Русские начинают обороняться. Но немцы, наступая сверху, начинают теснить противника. За битвой следят магистр с сыновьями. Вокруг пустынный замерзший пейзаж и темное небо. Замерзшая водная гладь, засыпанная снегом. В дозоре стоят русские воины. Рядом на берегу водоема сидят дружинники Александра Невского. Посередине снежной глади горит костер. Ратники греются около него. Александр Невский прогуливается рядом и всматривается в снежную даль. На нем шлем с наносником, поверх рубахи кольчуга из цельных пластин. На кольчугу одет плащ с застежкой на правом плече. Рядом с князем Гаврила и один из помощников Невского. Около костра сидит кузнец Игнат и повествует. Заяц, значит, во враг, лиса следом. Заяц в лесок, лиса за ним. Тогда заяц между двух березок сигани. Лиса следом, да и застрянь. Заклянись между березок-то. Фрык-фрык-фрык-фрык-фрык. Не смешно. Это ей беда. А заяц стоит рядом и серьезно говорит ей. Хочешь, говорит, я всю твою девичью честь сейчас нарушу. Ах, что ты, что ты, сусед, раз и можно. Стран-то какой мне. Пожалей, говорит. Тут жалеть некогда заяц ей. И нарушил. Невский рядом прислушивается. Между двух берез зажал. Зажал. И нарушил. И нарушил. По льду к дружине подбегает Ананий. Беги, князь. Спасайся. Уводи дружину домой. Немец несметной силой идет. Обнимает колени князя. Там аж отверстия Деснавича убили. Буслая взяли. Невский поднимает его и ставит на ноги. Буслая взяли. Анания отворачивает голову от взгляда Александра. Прех, собака. Не бывало того, чтобы Буслай сдавался. А кто посводишь? Гаврила наутмашь бьет Анания. Тот отлетает на лед. Готовь, дружина, на выручку. Александру и Гавриле подают кони. Чудское озеро. По заснеженному ледяному покрову скачут два всадника. Это Невский на белом коне и Гаврила на гнедом. Конь падает. Чего скользишь? Ну? Что, копытки скользят? Вот здесь, у Вороньего камня, ихнюю конницу и встретим. Лед тонок, Ярославич. Подломится невзначально. Немец тяжелее нас. Под ним и подломится. Нам что? Дружище! Гаврила заставляет коня подняться. Всадники отправляются в обратный путь. Около полыньи стоит камень выше трех метров. Около вмерзших челнов лежат убитые русские ратники. Бегут другие и падают. Слава, Серов! Слава, Серов! Куда? Назад! Слава, Серов! Куда торопишься, Вася? Невский с Гаврилой подходит к Василию. Или места тебе здесь мало, твердой ногой стоять? Места чужие, темные. На одной стороне куда как легче было бы. Отводи князь в войске за озеро. Торопись, князь. Дело, он говорит. Пока не разведнело, на наш берег отойдем. На родном берегу легче биться. Вся камень дружок. И каждая балочка сестрица. Не в силах драться на чужой земле? Нече делать тебе и на отчине. Толкает Василия. На чужой будем биться. Поняли? Два дружинника прибегают с носилками. Они бережно опирают один край носилок на лодку. Под плащом лежит домаш в шлеме. Александр с грустью смотрит на него. Опускается к нему. Вокруг стоят дружинники. Человек на носилках не дышит. Не пущу псов на русскую землю. Князь накрывает плащом лицо убитого. Прощай, домаш. Кого перебить забудет? Вот тут у вороньего камня головной полк поставим. Ты, Гаврила, полки левой руки возьмешь. Сам с дружиною по правую руку стану. И в ладычный полк возьму. А ты, Микула, став мужиком в засадный полк. Немец, как известно, свиньей. Клином ударит. Вот тут у вороньего камня удар головной полки примет. А головной полк кто возьмет? Ты возьмешь. Всю ночь бегал, теперь день постоишь. И весь удар на себя примешь. И немца держать будешь. И не трогнешь, пока мы с Гаврилой с правой и левой руки его не зажмем. Понял? Ну, смотри, Васька, держи немца. Опознай сани сцепи, да позади себя поставь. Легче его удержать будет. Верно? Да про наш уговор насчет Ольги. Помни? Сам помню. Ну, чего ж ты, раздявили. Айда на озеро строится. Все воины уходят. Тот же берег озера, где отдыхала на привале русская дружина. Пятое апреля 1242 года. Высокое облачное небо над стягом со львом, стоящим на задних лапах. С вершины вороньего камня Невский с мечом в правой руке оглядывает поле будущего сражения. Рядом с ним один дружинник с копьем и щитом. На Александре поверх кольчуги круглая крупная пряжка на ремне. По всему краю озера выстроены в ряд русские войска. Копья нацелены вверх, развиваются стяги. Небо еще затянуто предрассветной мглой. Все замерли в тревожном ожидании предстоящей битвы. На одном из стягов над воинами всемилостивый спас. Кое-где во льду полыньи. Среди воинов в доспехах стоит и Василиса. Кузнец Игнат щурит глаза, вглядываясь вдаль. Юноша-помощник князя тоже стоит рядом. Неторопливое апрельское солнце дымчатыми лучами нащупывает ночное облачное небо. Все взгляды прикованы к безлюдному горизонту. Немецкий шатюр. Духовенство поднимает руки вверх. Люди в балахонах поднимают вверх кресты. Епископ осиняет крестным знамением полчища рыцарей. Рыцари поднимают вверх копья с закрепленными на них флагами. Огромное белое войско появляется на горизонте. Сначала виднеются только копья, но потом уже можно различить и всадников. Немцы двигаются клином. Середина войска выступает впереди флангов. На вороньем камне и около него стоят русские воины. Они выжидают. КОНЕЦ На лошадях рыцарей тоже белые попоны с капюшонами. На некоторых защитные маски. Лошади поднимают снежную пыль. Помощники Невского бесстрашно смотрят на наступающих. Нескончаемая масса всадников занимает все пространство ледяного поля. Александр надвигает на глаза шлем с полумаской. Обращается к Василию и Гавриле. Василий подходит к Гавриле и они обнимаются. Василий уходит. Два конных воеводы появляются перед русскими войсками. Как ударит немец в Буслая не торопись. Дай клину увязнуть. А потом с двух сторон разум и ударим. Василий выхватывает меч из ножен. Дружинники опускают копья навстречу врагу. Рыцарская колонна убыстряет свой бег. Врезается в русскую пехоту. Рыцари вклиниваются, пробивая копьями переднюю линию обороны. Завязывается ближний бой. Рыцари проникают все глубже в русское войско. Позади рыцарей с копьями в ряды ратников проникают к нехтам. Войска бьются грудь о грудь, плечо о плечо, конь к коню, секутся насмерть. Всадники заставляют отступать обороняющихся дружинников. Жестокая битва продолжается около обоза. Всадники рубятся лихо, без оглядки, насмерть. Обозники в тулупах отбегают от саней с продовольствием. Русские солдаты пытаются держаться группами, защищая друг друга. На круглых щитах у них изображение льва. На санях сидит Василиса. Рядом, сидя на лошади, рубится Василий. Обозу водить, что ли? Сыть! Умирай, где стоишь! Немец пытается проткнуть Василия копьем. Василий берется перчатками за острие копья и отталкивает его. Со всех сторон на него набрасываются всадники. Последний сбивает его с лошади. Василий выползает из-под лошади. Попутно сбивает несколько человек с ног. Сбросив всадника, опять забирается на лошадь. Несколько кнехтов снова сбрасывают его, опрокидывая лошадь. На санях бесстрашно сражается Василиса. Но немцы все равно оттесняют русских. Немцы начинают понемногу пятиться назад. В бой вступают мужики в тулупах. Гаврила с расстояния смотрят за битвой. Игнат рядом с князем. Марах Ярославич. Князь поднимает руку. На Русь! На Русь! На Русь! Князь и Гаврила на конях. Следом бежит пехота. Их обгоняет конница. Впереди всех скачет Александр и два знаменосца. Ратники скачут голопом вовсю прыть. конница появляется в тылу у немцев. С другой стороны из-за спин рыцарей появляются мужики с топорами и баграми. А ну мужики дарим по немцу! Мужики в зайчьих шапках с топорами и дрекольем ринулись на толку рыцарей. Всадники падают под ударами их топоров. Другие мужики подойдя сзади баграми стаскивают рыцарей с коней и на земле добивают их. рубится и Игнат. Рядом на коне сражается Невский. Твердила стоя рядом с испуганным епископом наблюдает за битвой. Там же стоит Иоанн. Невский и Игнат без устали работают мечами. Черт сройной закалки мечта. Не в закалке дело. Весь плечом крепок. Александр сражается с рыцарем по частям сшибаясь его клемма на верху. Другой рыцарь попадает Игнату по шее. Игнат падает на князя. Рядом с рыцарем в шлеме с навершием в виде ладони дерется Гаврилов. Он стучит топором по щиту рыцаря и по нему самому. Подняв одну руку вверх, рыцарь в шлеме падает на землю. Игнат рассматривает его. Умеюте и ведьму бьют. и одев шлем вступает в рукопашную с кнектами. Придавленный вражеской лошадью озирается Василий. Вылезает из-под нее и снимает плащ. Василиса из саней наблюдает, как Василия рубится сразу с несколькими врагами. Он отходит к ее саням. Она встает рядом и помогает ему отбиваться. Они успевают переглядываться и улыбаться друг другу. Их разъединяет дружинники, пришедшие на помощь. Василий продолжает уносить удары мечом по рыцарям вокруг. Одному рыцарю удается выбить меч из его рук. Тогда Василий начинает защищаться немецким щитом. Василиса это замечает, выдергивает оглоблю из саней и бросает ее Василию. Он начинает крутить ее по кругу, сбивая с ног обступивших врагов. Сверху с саней наносит он удары по немцам. от удару одного рыцаря сплющ 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 шлем. После второго удара рыцарь падает. Вася берет ушат с водой. Бьет из ушата. Вода течет по кольчуге. Василий бьет ушатом по шлему рыцаря. Мальчик играет на рожке. Старик играет сразу на двух прямых рогах. Юноша колотит палки по бубне. Остальные подыгрывают им. Перед немецким шатром на колени встают люди в белых накидках, поднимая кресты вверх. Лицо епископа искажено испугом. Духовенство поднимает руки и кресты вверх в молитве. На переднем плане люди в черных накидках. Магистр в шлеме смотрит сурово. Трубач играет в рок. Немецкое войско отступает к своим полководцам. Рыцари садятся за щитами в плотный ряд, выставив вперед копья. Остальные воины прячутся за ними. Теперь они замерли в ожидании атаки. их мечом не возьмешь. Перед их рядами уже лежат убитые русские воины. И снова дружинники пытаются атаковать, но натыкаются на копья и отходят. В прорезях шлемов видны настороженные взгляды. Русские снова атакуют. Авангард попадает на острия копий неприятеля. Остальные опять отходят. Немецкие лучники поднимают турбалеты и заправляют стрелы. Над опущенными копьями несется облако стрел. Еще одно. Из-за щитов рыцари выбегают кнехты с мечами. Пропустив их, ряды снова смыкаются. Кнехты группами набрасываются на русских. Завязывается тяжелая сеча. То одни, то другие теснят противника. Сражаются и рыцари на конях. Гаврила рубится рядом с молодым помощником князя. он помогает юноше оттеснить рыцаря без шлема. Молодой воин еле держится на ногах. Рыцарь сбивает с него шлем. Юноша падает. Поднимается, опираясь на спину товарища. Рыцарь с птичьей лапой на шлеме поднимает топор и ударяет им по юноше. Гаврила бросает меч. Савка падает замертво. Гаврила подбегает к этому рыцарю. Отбирает топор, плюет ему в шлем. Рубит топором по шее. Рыцарь падает. Гаврила продолжает махать топором. Некоторые немцы отбегают снова за рыцарей щитами. Остальные продолжают битву. Гаврила со стервенением машет топором. Один немец запрыгивает на русского, пытаясь его повалить. но сам оказывается на земле. Игнат кулаками отбивается от неприятеля. Наконец русским удается прорвать оборону рыцарей. За ними в открывшуюся прореху бегут остальные. Русские начинают сминать противника. Один из рыцарей бьет топором в спины своих товарищей. Откидывает шлем это Василий. Опять одевает шлем и продолжает колотить топором по спинам и головам. побив рыцарей русские встречают сопротивление княхтов. Гаврила сдерживает натиск сразу двух врагов держа руками их копья. Глаза его выпукваны. Он бросается на помощь князю прикрывая его со спины. Несколько копий впиваются в его доспехи. Он грудью отталкивает их. Эй, немцы! Александр скачет на коне сквозь ряды. За ним бежит знаменосец. Где магистра? Магистра вытаскивает меч из ножен и выезжает навстречу князю. Соперники сталкиваются на конях. В обоих падают копья. Тогда они вытаскивают мечи и начинают фехтовать верхом. Они оба ловко орудуют мечами и защищаются щитами. Рыцари с одной стороны и русские ратники с другой напряженно следят за битвой полководцев. русские улыбаются. В нетерпении они опускают копья. Но битва воевод продолжается. Невский отрубает один рог на шлеме магистра. Князь попадает топором по голове магистра. Тот падает с лошадей. поднимает руку вверх. Побос его! Игнат набрасывает веревку на шею магистра. Испуганные рыцари и кнехты убегают. Александр верхом на коне опрокидывает немецкого знаменосца. Белый стяг с орлом падает на снег. Немецкую конницу преследуют русские всадники. За ними бежит пехота. Немцы бросают мечи, копья, щиты. Их сметает бесчисленное русское войско. Смертельный страх в глазах епископа. Духовенство перед шатром продолжает поднимать руки и кресты вверх. Епископ исчезает за спинами помощников. Органист оттаскивают от органа русский. Орган падает. Мужики в тулупах набрасываются на священнослужителей. Бьют их палками. Органист на санях закрывается капюшоном. Игнат рубит опоры шатра. Шатер падает, увлекая за собой щиты с нарисованными крестами. быстро бросая на ходу шлемы, обгоняя всадников, бегут немцы по ледовому полю. За ними в снежной пули едут рыцари. Русские воины с копьями мечами преследуют неприятия. из подупавшего шатра вылезает Анами. Появившийся сзади Василиса убивает его мечом. Продолжается преследование бегущего врага русскими войсками. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Субтитров Корректор А.Егорова Субтитров Среди немногочисленных елок пытается спрятаться Твердила. Игнат подходит сзади и опрокидывает его наспырь. Садится на него верхом. Сдаюсь! Твердила поднимает руки вверх. Кулик невелик а все-таки птица! Игнат вяжет веревку ему на шее. Оглядывается Твердила воспользовавшись моментом выхватывает кинжал из-за пояса Игната и вонзает ему в шею. Игнат опускается на колени. Коротка Закрывает глаза и падает. Твердила убегает. Вокруг не души. В рок играет немецкий рыцарь. Бежит епископ. Он стар, испуган, ошеломлен и растерян. Он ползет по льду среди погибших. Русские дружинники и мужики окружают отдельные группы бегущих немцев. Мужики бьют их дубинками. С некоторыми рыцарями расправляются топорами. мертвых тел воронов и шакалов бежит епископ. К трубачу сбегаются остатки войска. Епископ подходит подальше от происходящего и к своему ужасу видит трещину на льду. Лед начинает трескаться и около рыцаря. С разбегу они падают в образовавшиеся полыньи. Тяжелые доспехи и шлемы быстро увлекают их на дно. Некоторые пытаются сохранить равновесие на оторвавшихся льдинах. Но потом все равно соскальзывают в ледяную воду. Рыцари путаются в своих длинных плащах, которые быстро намокают и не дают возможности двигаться. русские войска остановились, не дойдя до этого места. Пытаясь выжить, немцы хватаются за край льдины, оттесняя друг друга. Забираются на нее. Льдина переворачивается и все оказываются в воде. Войны делают глубокие вдохи. Бьют руками по воде, пытаясь удержаться. Но все тщетно. Они уходят под воду. Падает в воду рыцарь с навершием шлема в виде головы орла. Над ним смыкаются льдины. Тонет один из рыцарей с навершием в виде ладони. Невский смотрит на смерть врагов. Убирает меч в ножны. Поднимает вверх шлем. Ледяная равнина покрыта телами убитых немецких и русских воинов. Александр смотрит на то, что недавно было полем битвы. Вместе в разных позах лежат рыцари в своих белых плащах, кнехты, русские дружинники и мужики в тулупах. Повсюду разбросаны мечи, копья, щиты, топоры, шлемы. Все присыпано снегом. Есть и живые среди лежащих на земле. Вдалеке с факелами появляются женщины, которые ищут раненых и своих родных. с факелами Одна из них ходит, наклоняясь и приглядываясь к лежащим на льду. Один из воинов приподнимается, снова опускается, обессилев. На тело рыцаря уселся стервятник. Поднимается другой дружинник – это мужчина средних лет с бородой. Взял славу Настасья. Сестра родилась. Одна из девушек нагибается к лежащему на спине мужчине. Приподнимает его голову и прижимается к нему. Василий лежит без шлема на животе, он слегка шевелится. Рядом на спине с закрытыми глазами в шлеме лежит Гаврила. За спиной у него прохаживается ворон. Гаврила открывает глаза, облизывает губы. Василий с трудом приподнимается, опираясь на руку. Оглядывается вокруг себя и прислушивается. Увидев что-то перед собой, радостно улыбается. Жив! Поехали! Перед ним Гаврила. Гаврила поворачивает голову к другу. Жив, Вася! Василий помогает Гавриле привстать. Гаврила поворачивает голову к другу. Чуешь, чей голос нас ищет? Гаврила. Гаврила изумляется. Оба сидят, улыбаясь. Ледяное поле с погибшими освещается только луной. Ольга приглядывается к лежащим воинам. Замечает Молодцев, ставит рядом факел. Живы, родные мои! Славьте! Живы! Немец где? Нет немца! Нет немца, родные мои! Разбили! Разбежался! Под лед ушел! Взяли мы верх, значит. Слава к князю! И всем нам слава! Не зря кровь проливали. Стрались мы. Ольга Даниловна. Плечо, плечо. Воевали немцы. Крепко. С усердием. Гаврила закрывает глаза. Ольга. Василий с тревогой смотрит на него. Во влажных от слез глазах Ольги испуг. Не жить мне. Василий ближе наклоняется к другу, пытаясь расслышать его. Твоя Ольга. Что ты? Что ты? До свадьбы? Помирать? Что ты? Нет, не быть мне живым. Не править свадьбы. Гаврила закрывает глаза. Тебе жить. Тебе и славу носить. Поклонись Алексичу. Ему первое место в бою. Ему и твоя рука. Вставай, Алексич. Василий помогает Гавриле подняться. Гаврила, с трудом поднявшись, вновь опускается на колени. Он склоняется на бок. Ольга встает со снега, бросается помогать молодцам. Вдвоем они ставят Гаврилу на ноги. Ольга встает между мужчинами, и они, опираясь на нее, хрупкую девушку, медленно начинают двигаться. Оба с трудом передвигают ноги. Гаврила опирается на меч. Они единственно живые на ледяном поле битвы. Гаврила опирается на ледяном поле битвы. Псков. На белоснежных стенах барельефы святого и двух львов. На крыльцо выносят хоруглию. Машут лампадами. Выходят священнослужители с церковными книгами. На них черные колобуки и покрывало с орнаментом. Вперед выходят дети в похожих одеждах. На крепостных стенах и около входа в Кремль столпился народ. Все пытаются высмотреть того, кто вступит в город. Здесь мужчины и женщины, старики и дети. По освободившемуся проходу бегут мужики к входу в башню. Останавливаются. Освобождают дорогу. Все встают на колени. Мужчины снимают головные уборы. Мужчины и женщины склоняют головы. В город въезжают несколько саней. Правят ими мужчины в черных накидках с восьмиконечным крестом на капюшонах. Около некоторых саней идут женщины, мужчины. Это везут убитых. Тело Дамаша сопровождает женщина и ребенок лет десяти. Руки его скрещены на груди. В ладонях горит свеча. В других санях Савва, молодой помощник Невского, с раны на шее. Его сопровождает друг. Тоже с раны на шее на следующих санях лежит кузнец Игнат. Народ поднимается с колен. Люди начинают махать руками и кричать. По проходу в сопровождении русских ратников идут пленные немецкие рыцари. Одна из женщин бросается к плененному магистру и органисту. Ее оттаскивают. Теперь все дружно машут шапками и улыбаются. На конях со стягами вступают в город победители во главе с Александром Невским. Все приветствуют их и кланяются. Александр останавливается и снимает шлем. Отдает его и встряхивает головой. Продолжает движение. На лице его улыбка. За ним едут радостные всадники в доспехах. Некоторые из них перевязаны. Потом идет пехота с копьями и щитами. Невский здоровается за руки с ребятишками из народа, которых на руках держат родители. Мужчины, женщины и дети приветственно машут руками и шапками. Кричат. На руках, коленях и спине Невского сидят трое маленьких детей. Поверх кольчуги из кусочков металла. На нем ожерелье из трех крупных и нескольких мелких монет. Рядом с вернувшимися воинами идут женщины. Завершают колонну победителей мужики в тулупах с палками и баграми. Их тоже очень радушно приветствуют. Въезжают сани, которые вместо лошадей тащат твердила и два рыцаря. На твердила надет хомут с бубенцами. Две девушки правят санями и подгоняют их. Народ смеется над ними и каждый норовит ударить. Вся эта колонна вступает на соборную площадь. Духовенство, встретив князя, уходит с крыльца. Невский легко спрыгивает с коня и забегает на крыльцо. Все крик да крик, а о деле и думы нет, господа псковичи да новогородцы. Ох, и бил бы я вас, хлестал нещадно, коли б проболтали вы ледову сечу. Не простила б Русь ни вам, ни нам маломужества. Так о том и помните, детям и внукам накажите. А забудете, вторыми иудами станете. Иудами земли русской. Слово мое твердо. Найдет беда, всю Русь подыму. А отвалитесь на сторону, быть вам биту нещадно. Жив буду, сам побью, а помруся нам накажу. А теперь суд чинить будем. Дружинники подгоняют крыльца рыцарей и кнехтов. Кнехты встают на колени. Отдельно стоят магистр и органист. Опустив головы, они косятся на Невском. Твердила Губертус и Дитлиб так и стоят впряженными в сани. Кнехтов развязать бы? Что скажете? Чего с них взять? Подневольно шли. Александр дает отмашку. Дружинники подходят к нехтам и развязывают их. Они вместе отходят в сторону. А господа рыцари в обмен пойдут. На мыло менять будем. Во взгляде магистра унижение и печаль. Магистра и остальных рыцарей дружинники уводят. А вот с этим что делать? Князь показывает на Твердила. Тот вжимает голову в хомут. Дружинники отвязывают из упряжки и уводят рыцарей. Твердила смотрит по сторонам. С опущенным взором и свечой в руках стоит мать Саввы. Плачет вдова воеводы рядом с ребенком. Лежит убитый Игнат. Лежит Дамаш. В руках юного Саввы догорает свеча. Плачет над Саввой мать. Твердила смотрит на все это. Суровые осуждающие уставились на него мужики. Тяжело и медленно Твердила опускается на колени. Решай, народ! В испуге кричит Твердила. И народ со всех сторон бросается на него. Также народ хватает и расправляется с органистом. На площадь въезжают сани с Ольгой, Василием и Гаврилой. Стоящие рядом девушки смеются. Князь улыбается и поднимает брови с удивлением. Ольга подбегает к нему. Кланяется в пояс. Рассуди, князь. Реши девичью судьбу. Обоим я говорила, что ни светлого, ни темного, Нестепенного полюблю. А того, кто храбрей, кто в ратном деле видней. Около Василия стоит женщина в летах и гладит его по голове. Паска мой вторым нигде не был. Василий приподнимается, опираясь на руку. Ни те пожить, ни те помереть спокойно не дадут. Встает с саней. В развалочку подходит к князю. Кланяется ему. Встает на колени и до пола кланяется стоящей рядом пожилой женщине. Прости, мать, что сопротив тебя говорить стану. В первый раз против тебя пойду. Не взводи на Гаврилу напрасну. Уж ежели судить, да по честной совести, ни мне, ни ему не быть суженным. Кого-то выискивает глазами в толпе. Перехватив его взгляд, в ответ ему улыбается Василиса. Охоробрил Господь больше всех дочь воеводскую Василису. Храбрее ее не было, а за ней Гаврил Олег сошел. В том клянусь народу. Так тому и быть. Ольга кланяется Невскому. Бежит к саням. Подбегает к лежащему на них Гавриле. Наклоняется над ним. Прижимает свою голову к его голове. Василий, опираясь на мать, подходит к стене. Облокачивается на нее. А срамил мать-то. Свадьбу хотелось сыграть. В чем дело? Сыграем? Что ж ты, люто душа, не мог первым-то быть. А мой счет с другого края. Возьми в невестке, вон ту, в кольчуге. Берет за руку подошедшую Василису. Она, опустив голову, улыбается. Эх, хороша девка. Наша нигде не пропадала. А теперь... Кулять будем! Тот же ансамбль, который играл во время битвы, выступает и здесь. Старик в тулупе и меховой шапке подходит к князю. Подает ему большой металлический кубок. Александр подносит его к корту. Гуляй! По освободившемуся проходу мужики катят бочки. Александр осушает увесистую чару. Старик вытирает усы. Ольга прижимается к Гавриле. Чур дома, рука воли не давать. Василий прижимает к себе Василису в шлеме. Мать Василия смотрит на них и улыбается. Невский стоит на крыльце перед кнехтами. Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам гости, но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет русская земля. На фоне сплоченных рядов русских воинов возникают на экране огромные буквы. А если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет, на том стоит и стоять будет Русская земля. Конец фильма. Цифровая реставрация изображений и звука выполнена киноконцерном Мосфильм. Продюсер реставрации Карен Шахназаров. 2015 год. Тифлокомментарий выполнен филиалом Научно-исследовательский кинофотоинститут НИКФИ, Акционерного общества киностудия имени Горького при поддержке Министерства культуры России. Текст Тифлокомментария подготовлен Организации инвалидов по зрению свет. Автор Анастасия Лисиченко.